Тут через три дня обе палаты российского парламента впервые в своей истории во время каникул соберутся на совместное заседание. Что там будет происходить, неизвестно никому. Что происходит сейчас? Украинские войска разносят тылы российской армии хаймарсами, и выясняется, что единичные американские РСЗО с большим успехом умножают на 0 триллионы долларов, потраченные на перевооружение российской армии. Сегодня же начинают подводить под уголовное дело о фейках с перспективой гигантского срока последнего значимого оппозиционного политика, оставшегося в России, Илью Яшина. Того самого Яшина, который остался в стране, чтобы публично, жестко и однозначно отстаивать антивоенную позицию. В России уже несколько месяцев существует некая особенная реальность, в которой дефицит побед на фронте подменяется разгулом репрессий в тылу. Российская армия не в состоянии показать себя против вооруженного противника, зато российские силовики успешно сражаются с теми немногими, кому хватает смелости высказаться. А тем временем пропаганда живет в своей особенной вселенной. Пропаганда готовит нас к 15 июля. В этот день, выдерживав с каникул, срочно собирают обе палаты парламента. Собирают для чего-то настолько важного, что даже не говорят для чего. Вот об этом интересном приеме, постоянно поддерживать в публике нервозность, мы сегодня и поговорим. Чем вообще торгуют автократии? Что они продают для своих граждан и элит, что они могут существовать? Откровенно говоря, торговать они могут немногим. А вот взамен хотят многого. Хотят сконцентрировать власть в одних руках, хотят отстранить граждан от выборов, хотят манипуляризировать публичную сферу, лишить граждан права на защиту себя и собственности, хотят контролировать и регулировать все на свете. В автократиях и диктатурах жить некомфортно, ведь политики-чиновники не зависят от граждан и немотивированы делать их жизнь лучше. Жить там страшно, ведь никакая самая лютая банда даже и близко не так опасна, как государство с бесконтрольным аппаратом насилия. Жить там бедно, ведь богатых диктатур не бывает, за редкими ближневосточными исключениями. Деньги очень любят защиту прав, а когда любой товарищ майор может их отобрать, не любят и уходят от товарища майора. Единственный продаваемый продукт автократии, помимо игр в идеологию, в которую играть они умеют плохо, это стабильность. Дескать, в этих ваших демократиях, что ни день, то кризис, то бюджет принять не могут, то губернатор со скандалом в отставку ушел, то правительство не назначили, то коалиция развалилась, то парламент распустили. И правда, откроешь новости, хоть Израиля, хоть Соединенных Штатов, каждый день все не слава богу. Каждый день люди не могут запятую в законе подвинуть, чтобы чего не развалилось. А вот у нас в автократии просто и понятно. Одни и те же люди годами и десятилетиями принимают любые решения. Решения эти никем не оспариваются. Тут не случится такого, что на выборах выиграют оппоненты, и все перевернут с ног на голову. По крайней мере, пока физически мы не помрем, вы можете на нас рассчитывать. Надо сказать, многие действительно готовы покупать эту идею. Ведь кажется, что одни и те же люди – это одни и те же договоренности, одни и те же правила игры. Что впереди вполне предсказуемое будущее, в отличие от системы, где сегодня пришли левые и подняли налоги, завтра правые отменили пособие, а послезавтра зеленые обложили промышленность штрафами. Зачем идти на риск, менять одну власть на другую, если и так все неплохо? На практике все ровно наоборот. Несменяемые режимы не просто самые непредсказуемые, не просто представляют собой противоположность стабильности, но буквально гордятся этим своим свойством. Политический стиль автократии – эдакий полет по непредсказуемой траектории. За прошедшие 4,5 месяца войны мы минимум 5 раз слышали анонсы больших политических новшеств. Наш политический режим буквально строит свое публичное общение по правилам телевизионного сериала, все время старается поддерживать интригу. В 146-миллионной стране, в 11-й экономике мира, все еще работают кое-какие большие бизнесы. Люди все еще пытаются как-то планировать свой завтрашний день. А задача пропаганды все больше сводится к тому, чтобы создать у граждан ощущение совершенной непредсказуемости. Очередная дата – 15 июля. Тогда состоится то самое заседание двух палат. Без обозначения повестки, без подробностей, все официальные лица максимально интересничают, старательно поддерживают нервное ожидание. Над этим можно смеяться, чем мы и занимаемся. Ведь это не первый большой анонс чего-то беспрецедентного, сделанный только ради анонса. Но вообще-то говоря, мы имеем дело с людьми, забравшими в свои руки совершенно неадекватный объем власти. И люди эти много всего успели за последние два года. Переписали Конституцию, совершили покушение на главного своего политического оппонента Алексея Навального, посадили его в тюрьму по сфабрикованному делу, развязали войну в центре Европы, приняли одним днем стопку законов, по которым за слово «война» и за ее критику россиян сажают на огромные сроки. Эти люди много раз совершали необъяснимые, неспровоцированные, суицидальные для страны глупости. Более того, для этих людей их собственная непредсказуемость – повод для гордости. Это история про то, насколько деградирует аппарат управления, когда лишается конкуренции и контроля. Просто оцените степень безумия. Примерно раз в месяц пропаганда бросается наводить интригу вокруг государственной политики. Мол, вот-вот что-то изменится, может, премьера поменяем, а может, и военное положение введем. Но ваша жизнь точно изменится навсегда, и пока обойдемся без спойлеров, а то неинтересно будет смотреть. Да, как правило, интрига заканчивается ничем, разве что очередной речью об ускорении импортозамещения. Но смысл не в этом. Помните, стабильность для нашей автократии – единственный товар взамен всего остального. И при этом она считает совершенную свою непредсказуемость не проблемой, а самым главным преимуществом. Ведь если нас нельзя предсказать, то к нам нельзя подготовиться. Мы хитрее всех и всех переиграем, поскольку способны выкинуть что угодно и в любой момент. Кстати, чем-то похожим занимается и белорусский автократ. С регулярностью рейсового автобуса Лукашенко ездит в Москву и каждый раз напускает максимально непрозрачный туман на обстоятельства своего визита. То ли чаю попью с Путиным, то ли подпишу декларацию о включении белорусского федерального округа в состав России. Но в случае с Лукашенко хотя бы понятна его мотивация. Он оптом и в розницу торгует суверенитетом своей страны, стараясь не пересекать ту черту, за которой появляется тот самый белорусский федеральный округ РФ. А взамен получает деньги и ресурсы на удержание кресла, на котором сидит абсолютно незаконно. Путин же создает интригу, как заядлый сценарист. Просто из любви к художественному приему. И совершенно не задумывается о том, как все это смотрится со стороны и как влияет на жизнь. Для стороннего наблюдателя ситуация покажется крайне странной. Госдума и Совет Федерации после завершения сессии непонятно зачем собираются на внеочередное заседание. И делают это по щелчку пальцев президента, формально не имеющего над ними никакой власти. Но мы с вами давно наблюдаем за российской политикой. Нам это очень наглядно показывает степень деградации российских институтов власти. Всего два десятилетия назад, в 1999 году, Госдума всерьез собиралась объявить президенту импичмент. И вполне могла бы в этом деле преуспеть. Речь шла о нескольких десятках голосов, которые могли качнуть весы в ту или иную сторону. Президент, правда, тогда был другой, Борис Николаевич Ельцин. А Путин в то время работал директором ФСБ. Кстати, 16 человек из того легендарного созыва все еще заседают в здании на охотном ряду. Конечно, никаких иллюзий у нас давно нет. Во всех автократических и тоталитарных режимах представительные органы выполняют исключительно функции поднимателей рук и нажимателей кнопок. В СССР тоже были какие-то там Верховные Советы. Они торжественно собирались, за что-то голосовали, исключительно, конечно, единогласно. И расходились по домам. И в Северной Корее Верховное Народное Собрание зачем-то существует. Некие парламенты, как ни странно это звучит, есть, по крайней мере, на бумаге, даже в ДНР и ЛНР, которые и государствами-то не являются, и вообще фиг знает что. Но мы в сегодняшней России видим следующую степень безумия. Когда Госдуму заставляют принимать очередной людоедский закон или там ратифицировать аннексию Херсонской области, это ужасно, конечно, но уже привычно. Просто такой вот бюрократический нюанс. Нельзя Путину простым указом делать все, что ему хочется. Требуется соблюдение каких-то там формальностей конституционных. Госдума как штампик, который нужно поставить на бумажку. Это наша обыденная реальность на протяжении последних лет. Сейчас же мы наблюдаем переход к новой ситуации. Госдума как источник интриги. Что-то мы задумали в Кремле, но что, мы вам не скажем. И депутатам, которых вроде как граждане избрали, тоже не скажем. Поживите все в волнительном ожидании до пятницы, тогда и узнаете. То ли мы войну объявим со всеобщей мобилизацией, то ли Донецк с Луганском включим в состав России, то ли утвердим в должности какого-нибудь бессмысленного вице-премьера по аграрным вопросам. Есть еще версия, что на данный момент никаких серьезных вопросов для Думы и Совета Федерации вообще нет, и собирают их, что называется, на всякий случай. В армии дневальной, то есть дежурный солдат, стоит на тумбочке в казарме просто на всякий случай. Вдруг что-то случится. Чаще всего, разумеется, ничего не случается. Вот и Госдуму вместе с Советом просто решили сделать дневальными. Пусть будут на готове. Вдруг понадобится. И ни у кого не возникает вопроса, а что это, собственно говоря, такое происходит? Почему обе палаты парламента должны собираться на внеочередное заседание во время каникул, и что за вопрос такой безумной государственной важности будет внесен в повестку? То, что в любой нормальной стране вызвало бы серьезный политический кризис, у нас обычное дело. Ну, подумаешь, вызывают. Может, что-то серьезное. А может, пообсуждаем урожайность огурцов в Калужской области. Все все понимают. Депутат – человек подневольный. Степень свободы у него не сильно выше, чем у рядового полицейского. Так что сказали приехать, он и приехал. Скажут кнопку нажать, он и нажмет. Мы к такому давно привыкли и воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Но вообще-то это полный бред, когда и граждане, и даже, собственно, депутаты с тревогой ожидают, какое же через два дня будет принято решение. Депутатам в этом плане даже сложнее. Им-то это решение, каким бы оно ни было, вскоре предстоит от всей души искренне поддерживать. А еще эта ситуация показывает цену депутатского мандата. Даже один приличный человек, заседающий сегодня в Госдуме, мог бы, узнав повестку, заранее ее опубличить. И тогда весь этот цирк с подвешиванием интриги потерял бы смысл за одну секунду. И речь даже не в том, чтобы пламенно выступать с трибуны с антивоенными речами или демонстративно голосовать против инициатив Кремля. Речь всего лишь о том, чтобы опубликовать в своих соцсетях документы по мере их появления. Но сегодня даже такие безобидные действия могут стать опасными для режима. И потому в Госдуме нет людей, способных хотя бы на такую символическую фронду. Если есть какой-то призрачный положительный момент во всем происходящем, то разве что такой. Перед нами буквально случай из учебника для средней школы. Гротескный пример того, что диктатура представляет из себя на самом деле, на практике. В теории вот этот властный монолит может выглядеть привлекательно. Все шагают в ногу и действуют последовательно. Никто ни с кем не спорит, решения принимаются и проводятся в жизни с выдающейся скоростью. А на практике именно отсутствие сдержек, противовесов и контроля порождает не просто монстра, но монстра непредсказуемого. Монстра, который держит своих граждан и весь окружающий мир в тревоге и ажитации. Ведь он может принять любое решение в любой момент. И никто внутри это решение не отменит. Оно не задержится ни на каком этапе и никем не будет пересмотрено. Мы своими глазами видим, как ошибается обывательская логика. Властный монолит это не путь к принятию последовательных и рациональных решений, на пути у которых не встанут политические склоки. Это путь к безумию, которая никто не остановит. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова